СЛУНИК, СЛУНИК СЛУНИК, СЛУНИК Думаю, что конечность силы напряжения общего гравитационного поля косвенно доказывает именно конечность вещества. Потому что, насколько я понимаю, по-другому система не работает в любой другой логической цепи. Если я не прав, поясните, пожалуйста, с уважением. Интересный вопрос, интересный подход. Вот одновременно у нас бытуют две категории размышляющих Вселенной. Мы обсуждали ребята, которые просто говорят, что вот это воздействие из дальнего космоса равно нулём. Сейчас человек говорит, что оно равно бесконечности. Что же есть на самом деле? То есть, две одновременно противоположных позиции. Сила – это мера оказанного воздействия. Вот у нас есть воздействие со стороны Вселенной. Оно бесконечно куда-то уходит. Но у нас есть коэффициент восприятия. Наше воздействие силовое, оно может быть воспринято на 100%, на 5%, на 0%. Бесконечно мало какая-то часть, стремящаяся к нулю. То есть, даже если вы бесконечно большое воздействие оказываете, оно может быть бесконечно мало восприниматься. Если вы эту концепцию в уме держите, значит, у вас обнуляется вот этот парадокс, который вы воспринимаете. Пытаемся на старте понять, как же там воздействие от удалённого комплекса, оно большое-маленькое. Смотрим график единицы на р квадрат. Уходит у нас туда, стремится к нулю, но на всей бесконечности оно никогда не обнуляется. Каков будет объём этой фигуры, площадь этой фигуры? Площадь этой фигуры, она будет, вот мы взяли часть графика, единица на р квадрат, уходящая вдаль. Это у нас будет площадь конечная. Уходит далеко, бесконечно, стремится к нулю, так далее, так прочее. Но это будет конечная площадь. То есть, если мы возьмём стержень, неважно, какой там миллиард километров в диаметре, такой цилиндр, уходящий вдаль, то, исходя из этого, да, конечный диаметр, конечная площадь этого цилиндра, то у нас будет конечное воздействие оттуда на нас. Конечное воздействие – это не бесконечное. Это получается, что если мы, исходя из этой методики, будем идти, то мы получим вот такие значения. Это просто мы перебираем версии расчётов, да? Я немножко не понял, почему мы берём конечный цилиндр, ну, если у нас по сути… Площадь конечная цилиндра, площадь. Цилиндр бесконечный, уходит вдаль. Но так даже в любом случае, ну, чем дальше цилиндр, тем всё равно будет захватывать какие-то массы, соответственно, бесконечное будет напряжение. Нет, вот он захватывает массы, но чем дальше, тем меньше воздействия от этих масс, правильно? Воздействие от чего оно будет равно? Вот мы берём график единицы на р-квадрат, оно стремится к нулю. Вот мы взяли часть этой фигуры, да? Стремится к нулю, стремится к нулю, стремится к нулю, стремится к нулю. Мы получаем площадь этой фигуры какая? Вот единица на р-квадрат. Площадь конечная, она стремится к нулю. Вот чем дальше, тем всё больше стремится к нулю, больше, больше. То есть мы можем… Ну, как пересекать? Нет, просто я к тому, что чем дальше, в любом случае, масса захватывается, так как пространство бесконечной материи в нем тоже бесконечное количество, все равно каким-то образом захватится бесконечное количество материи, соответственно, будет бесконечно малое, но при этом бесконечное количество. Вот когда мы бесконечно большое умножаем на бесконечно малое, мы получаем константу. То есть единицу, соответственно. Да. Вот вдаль идем, количество масс у нас увеличивается, но уменьшается от них воздействие. Мы выходим на единицу бесконечно большое, бесконечно малое. Вот мы умножили, мы выходим на константу. То есть, если мы взяли вот такой маленький цилиндр, уходящий вдаль, будет захватывать бесконечно массу, массой у нас все равно получится какое-то конечное значение. Не бесконечное, а конечное. Если мы взяли большой цилиндр, миллиард километров туда, миллиард километров туда по радиусу, два миллиарда километров в диаметре, и направили его туда, в бесконечность. Он захватывает бесконечно, бесконечно, бесконечно. У нас в результате что получится? Опять конечный результат. Потому что бесконечно большое умноженное на бесконечно малое даст нам единицу, константу какую-то. То есть в этом плане есть разные методики расчёта. Вот сопоставление бесконечно больших и бесконечно малых величин, вот то, что мы дали, это один раз сделал, и можно такой методикой пользоваться, можно, ребята, насчитывают другими методиками. Это всё способы расчётов. Давайте считать разными вариантами, давайте их сравнивать, давайте перейдём к практике и сравним одно, второе, третье. Неважно, что мы об этом надумали. Вот у нас есть какие-то представления. Вот вы считали, ковырялись в математике своим вопросом, вы, в принципе, насчитали, что у нас Вселенная может быть конечна, потому что сила гравитации у вас должна быть бесконечна. Вы пришли к такому выводу. Это вывод, ну, а, логичный, вам кажется, на первых порах логичным, как же, да, вот я насчитал. От того, как млекопитающее насчитало что-то, не может накрыться медным тазом в реальный физический объект. Вот у нас нет никаких физических оснований для того, чтобы пространство закончилось. Вот пространство в материальном плане – это ничего. Это материальное – ничто. Вот чтобы закончилось материальное – ничто, у нас нет никаких оснований. У пространства нет такого свойства, которое могло бы закончиться. Вот протяженность не может закончиться, отсутствие свободы перемещения, объемность. Это вещи, которые не могут закончиться. Поэтому, как бы вы ни считали здесь что-то, какая сила гравитационного напряжения, бесконечна или не бесконечна, от этого не может закончиться пространство. Вот хоть как? Сформулирую так. Утверждение Виктора о силах напряженности гравитационного поля в части, где описывается конечность результирующих сил, неверно по причине бесконечности Вселенной и материи. Поэтому сила гравитационного напряжения должна быть бесконечна. Какой бы бесконечно малой, для отдельно удаленного тела она бы не являлась. А, вопрос даже не так стоит. Я разошелся тут. Математически это выглядит так. Любое ненулевое значение, помноженное на бесконечность, дает в результате бесконечность. Ненулевое значение, помноженное на бесконечность. Так. Ненулевое. А стремящееся к нулю, это у вас ненулевое. Стремящееся к нулю, помноженное на бесконечность, дает в результате бесконечность. То есть, вы рассматриваете константу, ненулевое значение, а у вас идет стремящееся к нулю значение. Так что тут в расчете, в базе у вас некорректный тезис получается. Еще раз проверимся. Стремится к нулю. На бесконечно большом расстоянии сила стремится к нулю. Да. Стремится к нулю. И вы продолжаете туда уходить. Просто, как сказать-то, вы тут умножаете на бесконечность, конечный результат. А у вас на каком-то расстоянии, на очень далеком, у вас сила константа. Но расстояние-то у вас еще не бесконечность. В этом подвох. А чтобы у вас расстояние было бесконечным, бесконечность недостижима, чем вы дальше уходите, у вас увеличивается расстояние, но вы не достигаете бесконечности. А рассматриваете константу для конкретно самой удаленной, какой-то там очень удаленной, не самой, а очень удаленной звезды. И действительно воздействие от этой удаленной звезды будет очень мало. И на данном конкретном расстоянии оно будет константа. Но и отрезок у вас до звезды не бесконечный. Поэтому вы не можете здесь умножить на бесконечность. И так каждый раз. И на следующий шаг. И на следующий. Вы не можете умножить на бесконечность, потому что у вас конечное расстояние. А вы здесь предлагаете умножать ее на бесконечность. Воздействие от бесконечно удаленных объектов будет бесконечно малой, соответственно, бесконечность на бесконечность малых будет в итоге равно одному. А те объекты, которые он рассматривает в рамках своих расчетов, они не будут бесконечно удалены. Соответственно, его вычисление неправильно в этом моменте. Вот и оставим это, и ты своими словами еще кому-то объяснил. Так что тезис вот такой. Давайте корректно это делать. Повод для математиков позаниматься темой вопрос был такой, что я, наверное, его даже сохраню. С вами был Виктор Катюшек. Канал Научный Трибунал. Канал Научный Трибунал. Канал Научный Трибунал. Канал Научный Трибунал. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»